село баскауга паладарской области это примерно в 60 километрах от ближайшего города подобные места обычно называют захолустьем ведь население деревни чуть более 400 человек из достопримечательностей только местный скотный двор одна центральная улица с памятником ленину и десятки заброшенных домов в одном из них в маленькой деревне жила семья давыдовых трое детей жена и муж все развлечения детей это поход в школу и прогулка на улице среди сломанных тракторов и сложенных столбами шин деревне нет ни детской площадки не качелей не элементарной песочницы только груда металла грязь и местные пьяницы как вы понимаете в таких местах располагает лишь уныние и тлен и вся молодежь мыслях мечтает поскорее вырасти и покинуть это место в поисках больших городов и больших денег некоторые стараются закончить получше школу и уехать но некоторые к сожалению сходят с пути в школьные годы и начинают вести не самый нормальный образ жизни а к сожалению даже после окончания вузов далеко не все получают профессию которая им приносит удовольствие и хороший уровень дохода и тогда встает вопрос о поиске себя а сейчас время нестабильное поэтому на первые строчки нужных вакансий выходит профессия психолога только за 2023 год потребность психологах в россии выросла на 43 процента а количество вакансий увеличилось на 52 по данным аналитиков хэдхантер если вы хотите сменить профессию то сейчас самое подходящее время тем более международный лицензированный институт психологии smart выдает гранты от 40 тысяч рублей это покроет значительную долю затрат на обучение и сделает первый шаг новой профессии легче и комфортнее выпускники института получают не только российский диплом о профпереподготовки но и международный диплом mba который признается во всех странах мира и дает возможность трудоустройства в странах европы и сша начать зарабатывать вы сможете еще на этапе своего обучения институт гарантирует вам первых клиентов слову эта гарантия прописана в договоре smart представлена более 35 образовательных программ по психологии вы сами выбираете каким психологом вам хочется стать детским семейным клиническим гештальтерапевтом либо бизнес психологом помочь определиться с выбором вам помогут специалисты приемной комиссии института преподаватели в smart тщательно отобраны и имеют кандидатские докторские степени и стаж от 10 лет и более 10 тысяч часов консультирования обучение smart это не только лекции но и отработка на реальных кейсах и 400 часов практики студентов во время практической работы поддерживают направляют тьютер и психологическим образованием которые рассказывают начинающим специалистам о том как обрести уверенность в себе и не бояться проводить первые сессии с реальными клиентами институт является лидером в сфере онлайн образования 2023 года по данным независимого портала сравниру все программы smart признаются у ппл общероссийской профессиональной психотерапевтической лигой благодаря чему выпускники получают накопительные свидетельства с часами теории и практики это гарантия высокого уровня обучения и вашего признания в профессиональном сообществе переходите по ссылке в описании или сканируйте qr-код который видите на экране ближайшее время с вами свяжутся специалисты приемной комиссии и помогут определиться с выбором подходящего курса ну а теперь когда вы уже определились с выбором давайте плавно перейдем к нашему страшному делу из 2023 года 17 ноября 2023 года в том самом селе стало известно что пропала семилетняя милана давыдова мать миланы рассказывала одну и ту же историю по ее словам каждую пятницу она вместе с тремя детьми уезжает на выходные к мужу и отцу своих детей тот работает скотником в отделении крестьянского хозяйства полутора километрах от без кауга выходных у него на работе нет поэтому семья к нему едет сама так по словам матери было и в пятницу 17 ноября а теперь давайте попробуем выстроить хронологию того дня тот день по словам матери около 16 часов она с детьми начала собираться чтобы поехать к мужу но и средняя дочь милана якобы категорически отказалась ехать к отцу ссору с дочерью на этой почве женщина отрицала но сообщила что милана настаивая на своем ушла из дома и вроде как в гости своему деду полицию о пропаже девочки она заявила уже около 10 часов вечера объяснив что в течение пяти часов с момента ее исчезновения пыталась отыскать дочку сама и это была основная причина произошедшего течение трех дней появлялась разная информация о том что милану в период 16 до 17 часов 17 ноября якобы видели в локации где работает ее отец затем стали говорить о какой-то незнакомой машине опять же якобы проезжавший в село отец девочки подвигал версию о возможном похищении дочери школьницу искали около 300 человек круглыми сутками полицейские спасатели волонтеры местные жители родные приехавшие из экибастуза искали с воздуха и под водой весь день субботы окрестности села и степь вокруг него исследовал спасательный вертолет привлекли даже водолазов которые осмотрели дно каждого водоема поблизости работали и полицейские служебные собаки и многие добровольцы приезжали со своими собаками в надежде что им удастся взять след без кауга и вокруг него не осталось ни одного сарая ни одного заброшенного дома ни одного стога сена которые бы не обследовали специалисты волонтеры девочка как сквозь землю провалилась кстати мать миланы в поисках дочери почти не участвовала вроде порывалась но большую часть времени ее допрашивали полицейские на исходе третьих суток поисков уже стало понятно дело пахнет не просто исчезновением или пропажей о самом настоящем преступлении жена родного брата матери миланы изначально не верила версию о том что девочка могла заблудиться в степи как оказалось до того как семье предоставили дом без кауга она жила в том самом отделении крестьянского хозяйства в котором сейчас работает глава семейства милана ее старший брат сами ходили в школу расположенную в селе без кауга это полтора километра между отделением и селом милана преодолевала самостоятельно без каких-либо проблем она знала на этой дороге каждую железку и несмотря на свой юный возраст прекрасно ориентировалась по местности поэтому маловероятно что милана могла заблудиться было мнение о том что девочка могла просто где-то спрятаться из-за обиды на мать милана достаточно вспыльчивый ребенок но быстро отходит не злиться на кого-то долго поэтому прятаться несколько дней это не самый реальный сценарий произошедшего друзья я хочу напомнить что все запрещенные материалы по каждому делу я не могу сюда выложить я выкладываю их свой телеграм-канал по ссылке в описании ролика и закрепленном комментарии под видео поэтому обязательно подписывайтесь чтобы быть в курсе всех событий и всех новых роликов на у нас время шло девочку найти никак не могли от того была надежда на то что девочка живая и попросту где-то заблудилась но вскоре милану все-таки обнаружили самое страшное в этом то что нашли ее не с помощью помощи волонтеров или поисковых собак все получилось совсем иначе мать миланы сама указала место где ее подельник закопал тело дочери как я уже говорил школьницу искали за несколько десятков километров от дома она была в двухсот пятидесяти метрах от него под землей возле какой-то цистерны присыпанная строительным мусором и залой 16 часов 17 ноября когда как рассказывала мать милана вышла из дома девочка как минимум два часа была уже мертва а теперь давайте с вами попробуем разобраться что же все-таки произошло и в чем причина всего произошедшего тот день 17 ноября к женщине домой пришел любовник аскара бельдинов он принес с собой бутылку спиртного и после ее распития парочка придалась утехом прямо в коридоре дома в этот момент из школы вернулась милана девочка от шока крикнула что обо всем расскажет отцу и начала сильно плакать мать в этот момент боясь что ее измена вскроется решила по-своему успокоить ребенка она поймала милану и сначала начала бить кулаками а следом ремнем пока та не потеряла сознание позже как считает следствие продолжил убийство любовник татьяны он схватил ремень сделал петлю и накинул на ее шею и задушил сделав свое кошмарное дело любовники засыпали маленькая тельца углем и позже разыграли сцену с исчезновением миланы как говорят местные у них возникли интимные отношения которые сопровождались систематическим употреблением спиртного 17 ноября 2023 года мужчина имея при себе спиртной напиток пластиковой бутылки в очередной раз направился в дом к соседям он был прекрасно уведомлен что 12 часов 30 минут в доме никого кроме давыдовой не было так как ее супруг находится на выпасе скота в степи а дети в школе при первой беседе с полицейскими когда они выяснили все обстоятельства случившегося прося вспомнить детали одежды миланы мать с улыбкой на лице рассказывала что самая свежая фотография дочери это школьная потому что у нее нет мобильного телефона чтобы фотографировать что рост у девочки примерно до моей груди и что она худенькая что она не обнаружила дома розовых кроссовок миланы и что скорее всего в них дочка и ушла и все это совершенно спокойно без тени волнения в голосе эти факты наводят на обычного человека ужас ведь мысль о том что ты избавилась от своей же дочери часами ранее должна убивать человека изнутри а никак не давать возможность спокойно придумывать сказки для следствия слову показалось странным изначальные то что мать на периодически задававшийся вопрос во что была одета милана все время давала разные ориентировки девочка была то в черный куртки в желтый сначала в зимних сапожках а потом в кроссовках такую путаницу в показаниях волонтеры списали на психическое состояние матери но как вы понимаете они были не правы мать ее подельника заключили под стражу им предъявлены обвинения в убийстве и в укрывательстве преступления соответственно старшего брата милана и ее младшую сестру временно поместили в детский дом поскольку отец хотя и является им родным но в документах таковым не значится как выяснилось мать милана и любительница выпить отец обычный работяга раньше он тоже мог составить компанию жене но с тех пор как стал работать в крестьянском хозяйстве где алкоголь запрещен стопки он больше не притрагивался семья состояла на учете как неблагополучная в акимате говорят родственники за ней постоянно присматривали условия жизни детей проверяли но родительских прав женщину почему-то не лишили милана не дожила до своего восьмилетия всего месяц небольшим ее похороны состоялись 21 ноября в акибастузе смерть ребенка стала трагедией для всей области прощаться с миланой пришел почти весь город люди на протяжении нескольких часов приносили гробу девочки сотни игрушек конфеты цветов обвинение давыдова и обильдинову предъявлены по статье 99 части 3 убийство малолетнего лица то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку находившемуся в заведомо беспомощном состоянии совершенная с особой жестокостью группой лиц обвиняемым грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения параллельно с этим после гибели милана давыдовой нескольких чиновников наказали в палодарской области а уже в начале нынешнего года стало известно что брат и сестра убитые в палодарской области миланы перейдут под опеку дяди а вам я хочу сказать спасибо что досмотрели данный ролик до конца не забудьте подписаться на канал поставить лайк написать свое мнение в комментариях под этим видео и до встречи в следующем ролике